Климатическое обслуживание в условиях меняющегося климата Представьте мир, в котором информация о климате также надёжна, полезна и легко доступна, как прогноз погоды на неделю. Сегодня мы можем планировать работу и отдых на ближайшие дни, зная, что погода будет тёплой или холодной, сухой или сырой, ветреной или тихой. Но через 10 лет люди смогут пользоваться всё более надёжной и полезной информацией о климате, содержащей прогноз на ближайшие месяцы. Можно будет получить подробный анализ рисков для населения и экономики, которые возникают в связи с нестабильным и меняющимся климатом. К 2025 году люди во всём мире смогут получать прибыль от климатического обслуживания, основанного на научных данных и заключениях экспертов. Эта информация будет представлена в виде карт, графиков, прогнозов и специализированных рекомендаций. С её помощью можно будет решить, какие высадить сельскохозяйственные культуры, за несколько недель или месяцев подготовиться к эпидемиям, наводнениям и засухам, связанным с климатом, разработать планы по использованию пресной воды и других природных ресурсов на несколько лет вперёд. День, когда всё это станет реальностью, ещё не настал, но будущее начинается уже сейчас. Давайте вспомним, как люди жили всего 100 лет назад. Как они планировали работу, не зная, какая будет погода даже в ближайший день или два. Что случалось, если сильная буря неожиданно обрушивалась в тот момент, когда люди работали в поле? Рыбачили на лодке? Шли в школу или на работу? К счастью, с тех пор наука добилась огромных успехов. За последние десятилетия прогнозы погоды стали легко доступны в большинстве уголков планеты. Благодаря крупным инвестициям в исследования и наблюдения, сегодняшний прогноз на пять дней так же надёжен, как двухдневный 25 лет назад. Эти достижения спасли много жизней и принесли огромную пользу людям во всём мире, поскольку ближайшее будущее сейчас можно предсказать весьма точно. Но в сегодняшнем сложном и меняющемся мире люди, принимающие решения, должны строить более долгосрочные планы, чем недельный прогноз. При сегодняшнем уровне знаний мы уже можем понять и предсказать сезонные и более долгосрочные изменения климата, а также оценить, как это повлияет на определенные группы людей и сектора экономики. Если фермерам будет известно, что с большой вероятностью предстоящий сезон будет суши обычного, эта информация поможет им решить, что именно следует высадить, когда делать посадки и как организовать полив. Если градоначальники узнают, что в ближайшие месяцы ожидаются сильные дожди, или что будущая зима станет особенно холодной, они смогут тщательнее спланировать муниципальное обслуживание. Также мы лучше понимаем, как колебание климата может влиять на распространение таких болезней, как менингит и малярия. Если эксперты знают, что ближайший сезон, вероятно, будет особенно сухим или особенно влажным, они могут оценить риск вспышки определенных болезней. Эти данные можно сопоставить с информацией о том, какие группы людей будут более подвержены болезням, и с картами соответствующей инфраструктуры, например, больниц и дорог. Благодаря климатическому обслуживанию вся эта комплексная информация попадет к работникам здравоохранения, и они смогут подготовиться к росту связанных с климатом болезней. Запасы пресной воды тоже сильно подвержены влиянию климатической изменчивости. Если мы узнаем, что, скорее всего, ближайшие недели будут очень сухими или очень влажными, то можно будет принять меры, чтобы запас воды остался на нужном уровне. Сотрудники МЧС могут также использовать климатическую информацию, чтобы оценить риск наводнений, волн жары, оползней, ураганов и других стихийных бедствий. Владея этой информацией, им проще принять оптимальное решение о том, где заранее разместить все необходимое на случай ЧП, оповестить жителей и принять другие меры для смягчения последствий. Деятельность человека значительно обостряет риски, связанные с изменением климата. Климатическое обслуживание также может помочь в формировании стратегий борьбы с этими новыми угрозами и планировать развитие мира в долгосрочном периоде. Например, инфраструктура города, построенная с учетом прежних климатических условий, может не устоять перед частыми наводнениями из-за сильных дождей, поднявшийся уровень моря грозит частичным затоплением. Климатическое обслуживание может предоставить информацию, которая позволит планирующим организациям учесть это при застройке и развивать инфраструктуру с учетом будущих погодных условий. Такой анализ риска изменений климата обычно охватывает и данные об изменениях населения, экономики, здоровья людей, энергетики и так далее. Это позволяет обществу стать более гибким и лучше подготовленным к угрозам и возможностям, которые принесет с собой изменение климата, и усовершенствовать поставку оптимального количества питьевой воды и энергии, развитие более экологичных видов транспорта и других услуг. Климатическое обслуживание принесет большие преимущества и работе в других областях. Зная, что произойдет с водными ресурсами, работники сельского хозяйства смогут решить, нужно ли инвестировать в ирригацию. Подойдут ли климатические условия 2025 года для таких культур, как томаты и бобовые? Сможет ли скотоводство прокормить фермеров, если в ближайшие десятилетия климат будет становиться все суше? Или пора заняться чем-то, что не пострадает от изменения климата? В ближайшие 10 лет человечество ждут серьезные проблемы. Но мы очень быстро развиваем механизмы для их решения. Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания призывает нас более активно развивать услуги в области климата, что позволит принимать наилучшие решения на основе научной информации и прогнозов изменчивости и изменения климата. При поддержке Всемирной метеорологической организации и других учреждений ООН это межправительственное партнерство помогает странам и сообществам, особенно в развивающихся регионах, получить необходимые ресурсы и навыки для принятия более качественных решений, основанных на данных о климате. Благодаря полноценному климатическому обслуживанию уровень жизни людей во всем мире значительно повысится.